приветствую всех с вами зерамас и мы возвращаемся к майнкрафту да как-то так получилось что мое прохождение мое летсплей наверное правильно назвать версия 1.7.10 с несколькими модами был успешно заброшен да в этом моя вина я слишком крупный мод взял который я совсем не знаю это advent of ascension скажется он называется и я не потяну его вот совсем вслепую проходить это не тянет давайте пока буду создавать новый мир это у меня версия 1.2.5 да дофига древние просто и как вы видели по главному экрану это эйзер мод так назову странным образом так тип мира кей допускай рандомный останется пока будем создавать мир он очень быстро вообще этот макар такой быстрый а смотрите кто даже такая штука есть никакой мини карты здесь оптифайна даже о чем речь не знаю можно ли учитывать хоть или нет ладно я вот да я скажу сразу скачал готовый сбор потому что я не нашел где скачать отдельно вот эту модификацию и плюс там еще какие-то там нужны аудио мод какой-то всякая такая не очень интересная вещь поэтому я просто шел какой-то левый сайт скачал готовый сборку запустил вроде работают так дерево так никакого удобного управления мышкой тут нету на все по привычке мини карту тыквы очень долго не придется привыкать к этой версии так уровень сложности у нас стоит нормальный не буду менять надеюсь громкость кстати говоря тоже адекватная и я не буду пропускать начальный момент вот это базовое развитие мне нужно все таки вместе с вами я думаю это все сделать но опять же скорее всего сам эйзер я отправлюсь уже ну либо пустым либо каким-то совсем базовым набором то есть они будут там себе раню какую-то делать и прочее надо бы кстати найти какой-нибудь о кстати вот здесь можно хорошо то ли делать надо будет найти какую-нибудь информацию почитать о том вообще что в этом моде будет то есть я с ним да я с этим модом раньше играл но еще когда я в майнкрафт вообще играть не умел поэтому ничего у меня тут с ними не вышло собственно я вообще впервые начал играть в майнкрафт когда? правильно когда вот в 1.2.3 кажется версия вышла где-то в такой момент вот кстати говоря сюда и даже текстурпак не поставить нормально так что без Optifine на старых версиях текстурпаки очень нехорошо себя ведут например у предметов там очень такая рамочка появляется если собственно без этого по-моему Optifine все таки делал так и тут нет быстрого переключения по слотам ну например вот в новых версиях можно вот так навести на меч нажать единичку и меч вернется на первый слот тут такого нет так овечки я вас слышу вы мне поможете узкие кровати так кусок кровати это где видимо а вот ты мелкнешь упс на себе звук да тут собственно какой-то аудиомод может быть это он добавляет я не знаю но этот аудиомод вроде обязательным место с такой черной обводочкой но хоть кстати говоря на момент когда я впервые начал играть вообще в minecraft было только 1.2.3 вышло я тогда играл с другом на каком-то сервере это вообще на 1.0 кажется был а вот именно первый мой одиночный мир это уже 1.2.5 был была версия и как же мы меня не порадовало когда эту версию обновили до 1 до версии 1.3 и там далее уже по накатанной пошло собственно я не знаю даже сейчас я не говорю что это было да вы че интересно хрена себе свиньи вообще без мяса ходят так кровать я вот думаю все таки вот здесь вот прям в этом под этим навесом заселюсь дерево долбим отлично теперь и хоть инструмент прилично есть э-э-э-э-э-э-э да тут еще вот эта хрень вы по умолчанию включена в новых версиях ну в более новых версиях не знаю не по умолчанию за все дело отключили уже по умолчанию так нет мясо О, без штуки, мне нужна. Хотя я могу. Ну. Да, тут можно посмотреть описание по ходу любого предмета из оригинального Майнкрафта и, собственно, из Эйзера, я так полагаю. В новой версии, вот в 1.7.10, когда мы с вами в Эйзере такое быстрое путешествие сделали, ну, потому что мод там все-таки достаточно интересный очень, но контента там будет численность все-таки мало. Было. Все еще в разработке, а обновление только на новой версии есть. Ну, сами понимаете, сборку обновить с одной версии на другую, это я бы сказал, почти невозможно. Я не пойму, это просто земля? Ну, вот это жилая земля, которая просто в камни вводится? Или это... Да не, не похоже, что это спускается. Это, да, это жилая земля просто. О, камешек. Вот даже текстура печки в другую сторону, вот, на таре повернута. Сколько разных деталей замечается? Да, у нас, вот, собственно, несколько серий таких будет, такое стандартное развитие. Так, ну, срубись. Ой, да ты издеваешься. Вперед. Да ты что такой большой? А вот потом уже, я думаю, мы К обглубимся в вейзере, так оттуда уже и не выйдет. Так, 9... 6 досок надо. Зачем ты выкинул? Стив. Так, вот это давайте мясо поджарим. Заодно, пока все жарится, сделаем кроватку себе. И здесь вот так вот огородимся. Надо бы еще стеночку поставить. Типа это мой домик. Станет. Я знаю. А, тут еще даже этих нет. Про это я, кстати, забыл, что даже таких вот штук в этой версии еще нет. разнополоновых. Так, калитка вообще здесь есть. Да, калитка есть. Так, а забор тоже, по идее, есть. Я правда уже не помню. Короче. Что-то жестко. Это, чтобы никакие зомби не ломали двери. Я не помню, как они тут себя в этом плане ведут. Так, вот давайте крестиночку поставим. Да, я не очень стремлюсь как-то хоть более-менее красиво делать. Вот это чисто вот такая вот ночлежка для для того, чтобы выжить. А, ладно. А, ну да. Тут даже эти полублоки кирка ломаются. Короче, ну нафиг. Хотя нет. Вообще-то вам не надо что-нибудь пожарить. И хрена, если ты орешь. Я еще надеюсь громкости игры соотношение громкости игры и громкости меня нормальное. Погоди-ка, нет. Ага. Чуть не забыл самое важное. Вот. Да, ты что делаешь? Так у тебя будешь знать. Если говоря, давайте-ка на всякий случай скриншотик сделаю. А, мне показалось координата минус два. Думал, неужели прямо возле нулевых координат поселился. Ну, в крайней мере возле одной нулевой координаты. Ну, вот эти деревья не очень удачны в плане добычи дерева. Собственно, по этой причине. Потому что они не то чтобы низкие. Да, смотрится стрёмно, согласен. Так, не надо мне тут не было спалки теперь. Вот как человек, хотя хорошо. где моя кровать возьмем камешков. Так, по-моему, вот так она делается. я хочу себе просто кровать на таком модном. Хотя, какая разница? Да, она уже пожарилась. Хочу вот на такой поверхности себе сделать кровать. Типа я не на голом ко мне сплю. Да. Типа. О, эндермен. К счастью, он мне не понадобится. Моя основная цель попасть в ад и накопать 40 пылик glowstone. Это, по сути, единственное, что мне тут надо сделать. Так, давайте я вот так начну копать вниз. И, собственно, когда накопаюсь ну, докопаюсь до какой-нибудь шахты, ну, пещеры или еще что-нибудь интересное, то я вернусь. Чтобы вам просто не смотреть, как я просто тупо долблю этот камень. Так, вот я докопался до гравия. Обратите внимание, старая текстура. Такая вот. Да, самый обычный гравий, просто со старой текстурой. И замечательно. Железо. Причем, хорошая такая. Хорошая такая жила. Так, звук там. Сразу вот это туда будем. Так, два. Раз, два, три. И вот сюда факел. Так, через три блоки я вставлю. Через три деканами блоков. Не так много прокопался. Собственно, не так долго я тут был. Так, стоп, что я делаю. Давайте пойдем наверх. По одной стороне пока лестницу пропустил, не буду по второй. Собственно, Собственно, За кадром. Когда поднялся к кирке скрафтить, забыл, что я пошел за кирками. И сразу. Как-то угораешь. Охрен, ты так встал. Умный самый нашелся. Шесть железяк. Так, на этих нельзя топить. Упс, ну, как можно. Не знал. Ну, никак не знал. Хотя, может быть, и не знал, на самом деле. Кто тут? Ладно, не важно. У меня, кстати, камешка еще есть немножко. Мышка, наверное, очень громкая, но я что-то с этим ничего сделать не смогу. Если обратите внимание, тут нельзя вот так вот одинаковые предметы разного качества менять между собой. Отлично. Так, ладно, дай мне дерево. Сюда. А, все, уже дальше алмазы. В чем у меня? Это нормально стоит. Видимо, я особо активно ничего не делаю, поэтому у меня голод не растет. Так, здесь можно скопать. Что-то не путаться. Ну, собственно, опять же, спускаясь вниз, мне нужно докопаться. Сейчас моя ближайшая цель найти либо кучу лавы, либо алмазы. Либо алмазы. В общем, что первое найду, то там и будем, кстати, что это я. Войдите. Раз, два, три, и вот сюда. Вот как раз рядом с железякой. Добудем еще железяку себе. Смыкались все-таки, понимаешь. В общем, опять же, увидимся через секундочку, когда я что-нибудь интересное найду. Так, я снова тут. Еще одна жилая железа. Но это не самое главное. Да, я там еще одну жилую за кадром добыл. Вот в... Нет, вот под этим камнем была. Самое главное это вот здесь. Какая-то пещера. Да, может быть, очень рискованно идти в нее с голым задом. Фактически. Давайте к университет что-то сделаем. Лава. Но, к сожалению, только одно ведро. Один, так сказать, блок. Нормально. Я к тебе не хочу, товарищ. Еще немного по глубине осталось прокопаться. Что же я делаю? Вот, личик ровно хватило с того момента, как я начал. Ведро мне нужно сделать. Так, пока обжаривайся. Я пока сделаю себе еще одну каменную кирку. Эти пока смешаю. Потом добавлю их своей. Так, ты вот сюда. Так вот, ведро. Главное его не потерять. Так, ну спускаться удобнее здесь. Я могу так разбежаться и бежать. Разбежаться и бежать. Хорошо звучит. Так, мы устроим. Так, мало я тень не боюсь. Давай-ка ты расстроишься отсюда. А давай-ка ты не будешь уменьшаться с камнем. Поставим зачаток портала, пожилой. Что не обязательно. Даже алмазы нам надо бывает для того, чтобы попасть в эйзер. Стоп, я уже могу поспать. В очередной раз или конкретно то второй. и вот здесь у нас будет портал в АДД. Я же надеюсь, почему в этой версии уже можно вот такой тренинг способ сделать. Хотя, почему нет? В виде это. Так, мне нужна вода. Тут где-то, по-моему, не очень далеко. Ой, крепота. Извинись, свинья. Мне нужно есть. Когда-нибудь. Ну, зачарование у нас здесь, я думаю, не выйдет. Хренась, я его выкинул. Что ж такое мясник? Так, вон вода. Это я просто точно знал, что у нас здесь есть. Насчет остальных мест я не был уверен. Набралась. Грибы. О, здесь на разные грибы. По больших красных? Видимо, нет. Грибы. Кстати говоря, я его так сделаю. Ну, фишки можно сделать. Отлично. Что ж, мне казалось, гаст из этого, из нижнего мира. Отлично. Первый блок готов. О, как раз здесь навесик небольшой. и отправляемся далее. Исследовать пещеру пока не буду. Здоровья я не потратил, поэтому у меня нет необходимости. Какого она? Анализатор отключу пока. Уголь. Наконец-то. Так, жилетико. Скелетик, золотишко. Зомбяк. Еще жилетико. Так, тут круголя, да? Отлично, тут круголя. Я думаю, на нормале я переживу в случае чувательного меня там. Сзади грибер подкрадется. Такая самая миметичная ситуация из этой игры, пожалуй. И, собственно, я не хочу повторить ее. Так, уголек. О, отлично, мне даже не придется добывать этого кремень. так, вот этого чуть-чуть я не хочу видеть. чёрт, ты издеваешься? Так, давайте поедим, чтобы здоровье начало устанавливаться. Встал так, как делать оба са. Так, чисто, чтобы было, забуду. так, подходи сюда. О, ничего сделать не можно. А, нет, может. недооценил. Отлично. ты идешь нафиг. Ну и звуки у них, конечно. Вот это уже нехорошо. я сейчас за то, чтобы взять это железо. Свалить сюда нафиг. Всё-таки не сделать себе какую-нибудь броню. Потому что железо тут дофига уже, видел? А, да, ничего из этого железа почти не добыл. Вот это, например. Здесь у нас железик я больше не вижу. Наверняка я пропускаю, но сами понимаете, это не главная цель сейчас. Мне поскорее найти а хотя стоп, я уже отрегинился, и я снова смелый могу пойти у железика. Хотя нет, я сейчас поставлю железо, ну, вернусь на базу, поставлю железо обжариться, и после этого вернусь вот сюда вот, в енду шахту. Хороший план. Опа, фига себе. Целый. Целый орудие мне дали. Так. Ладно. На этом давайте закончим первую серию. Я думаю, в следующей серии мы уже с вами пойдем в нижний мир. Сейчас я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих сериях.